Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон Эсс. На этом канале пьем очень много кофе. Еще мы очень много сплетничаем. Ах, черт возьми. Сегодня проспал самолет. Договорился встретиться с подругой в Палермо. Проспал самолет. Вот такое вот. Четвертый раз в моей жизни такое, когда просыпаю самолет. Что за тема с айфоном? Звонит будильник, он начинает играть. И если ты ничего с ним не делаешь, он как-то уходит в мьют беззвучный. И ты просыпаешься, и вроде как видишь этот самый будильник на экране. Трэш. Хотел хоть пару дней провести хорошо в хорошей компании. Шикарно. Палермо увидел. Как у вас прошло ваше воскресенье? Сегодня, кстати, понедельник. Всем легкого понедельника. Я надеялся, что очень легкий понедельник. Я встречу в Палермо. Замечательная Сицилия. Думаю, вкусненько покушаю. Покушал, блин. Московская полиция, дорогие мои, начала проверку в отношении Ли. Лии Ахиджаковой по статье о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Страшная статья, на самом деле. Статья, за которую сейчас вот буквально дают от трех до семи лет. В прямом понедельнике не просто дают, теоретически, а постоянно видишь каких-то публичных личностей в Российской Федерации, которые уезжают в колонию от трех до семи лет. Трэш. Это трэш. И вот бедная-бедная легенда советского кино Ли Ахиджакова. Вышла она в «Бремени». Она выступала в «Бремени» в Германии. В конце концерта ей вынесли огромную кучу цветов. И вышла она с украинским флагом. Так это было преподнесено. Спектакль был «Мой внук Вениамин». Вот в этом самом «Бремени» это все и было. И вот теперь Главное управление МВД России начало проверку в отношении народной артистки России. Я не понимаю, как здесь можно дискредитировать вообще, что бы то ни было, выйдя просто элементарно с флагом Украины в руках. Но в России это так сейчас безумно. Это, конечно, безумно, дорогие мои. Цитата. «По итогам будет принято процессуальное решение, так сказали, в этом самом МВД России по Москве. С просьбой провести эту самую проверку обратился в органы главы федерального проекта в безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он не с коррупцией борется, он борется с гениальнейшей актрисой второго плана, восхитительной, неподражаемой. Второй такой нету и не знаю, когда будет. Лия Меджиновна Ахиджакова. Так, да? Сама Ахиджакова сказала, сделала комментарий по поводу всего этого, что украинский флаг вместе с букетом вручил провокаторов. «Что вы несете?» Прямая цитата Ахиджакова. «С каким я вышла флагом?» Это было в городе Бремени на поклонах. Люди шли с цветами, меня засыпали этими цветами, и с одним букетом оказался флаг Украины. Вначале я подумал, что это шарфик. Этого провокатора специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти. Глазами искали. Обычно они к рампе подходят. Я добавлю, дорогие мои, что весной этого года Лию Ахиджакову уволили из-за театра по собственному желанию. Так это было преподнесено. Огромное количество людей были шокированы, что тронули людей, которых трогать нельзя. Людей, чьи его ногти на мизинце. Вы недостойны, дорогие мои. Лия Ахиджакова, которая категорически против войны. Как любой нормальный здравый человек, вынуждена сейчас была уехать из России. Я не знаю, что насчет провокатора. Меня коробят. Неимоверно больно смотреть, как пожилая женщина, повторюсь, гениальная актриса, сейчас вынуждена оправдываться, что в руках у нее был флаг независимого государства Украина. На какой момент флаг Украины стал флагом, который является причиной для уголовного преследования по статье «Дискредитация войск Российской Федерации». Полнейшее безумие, дорогие мои. Знаете, повторюсь, я уже говорил это, но я хочу повториться, что я никогда не думал, что вбрасывание в фейк... Я не понимал, когда ввели эти самые две статьи в Российской Федерации, я не понимал, что это за статья, какие последствия могут быть. Я думал, ну какая-то ерунда, я не знаю. Ну правда. Я никогда не думал, что две статьи о фейках и дискредитации войск РФ будет карательным, тем самым кнутом, благодаря которому огромное количество людей уже потеряли собственную свободу. Ну и, конечно, если уже начать говорить про эту всю тему, интересный момент появился сейчас. Буквально, дорогие мои, с первого числа Роскомнадзор начнет блокировать сайты, которые в течение суток после получения уведомления не удалят ЛГБТ-контент. Ведомство открыло на сайте форму для подачи жалоб. Когда появилась эта новость? Я человек недалекий в политике. Я не понимаю, что это за новость, что я не понимаю, что это за законы, я не понимаю, что это за вот эти вот регуляции, которым должны следовать теперь люди, и благодаря которому сейчас пойдет огромное количество доносов. Я не понял сначала, о чем речь. Но потом я вспомнил, что буквально несколько дней назад Роскомнадзор пытается на данный момент, 12 видео на моих двух каналах, пытается заблокировать. Причина, почему Роскомнадзор пытается заблокировать мои эти самые видео, повторюсь, вот в этом видео, по этой ссылке можете пройти и посмотреть, мы обсуждали это все. И причина, почему они пытаются заблокировать мой контент, по крайней мере, 12 видео на данный момент Роскомнадзор пытается заблокировать на территории Российской Федерации. Не на Ютубе, на Ютубе они не имеют права это сделать, именно на территории Российской Федерации. И причина блокировки моего этого самого контента это как раз ЛГБТ пропаганда. И этот контент идет вразрез с точки зрения Роскомнадзора, вразрез с семейным ценностям и духовным ценностям, которые продвигаются на Российской Федерации. Уже сегодня 3 сентября Роскомнадзор блокирует сайты, которые в течение суток после получения контента не удалят ЛГБТ этот самый контент. Конечно, речь идет про YouTube, идет речь про Twitch, идет речь про Twitter, идет речь про Instagram и вообще все, что только можно дотянуться абсолютно до всего. Маленькими шажочками под флагом борьбы за семейные христианские ценности заблокируют сейчас все. Роскомнадзор будет блокировать YouTube. И это случится буквально скоро. Говорили же в сентябре это будет и в сентябре это, дорогие мои, будут. Знаете, они проверяли терпимость народа, проверяй, не проверяй, ничего не изменится и они будут делать все, что захотят. Так что, дорогие мои, если у вас нет VPN, самое время его начинать качать, потому что сейчас уже действительно серьезные вот такие колокольчики на тему блокировки иностранных сайтов на территории Российской Федерации. Но, опять же, говоря про VPN-сервисы. Сегодня появилась новость у Собчак. Роскомнадзор может получить право блокировать сайты, содержащие инструкции по созданию VPN или прокси, то есть вот этих вот зеркальных сайтов. Это следует из проекта обнесения изменений в постановление правительства, которое подготовило Минцифры. О чем речь? Согласно документу, который опубликован на государственном портале, это все с государственных портал госуслуг вот этой вот Российской Федерации. На государственном портале нормативно-правовых актов Роскомнадзор могут наделить полномочиями блокировать сайты, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в стране. Обратил внимание на это непосредственно сам канал Дурова. Код Дурова. Дата окончания общественного обсуждения назначена на 15 сентября. То есть сейчас не просто заблокируют сайты, которые пропагандируют ЛГБТ-повестку, сейчас будут блокировать официально на законодательном уровне это все случится, будут блокировать не просто VPN-сервисы, а сайты, которые объясняют, как пользоваться VPN, и сайты, которые объясняют, как пользоваться вот этими вот зеркальными этими самыми сайтами. Восхитительно. Но все к тому и шло, никто не удивился, я-то точно не удивился. В любом случае, имеем сейчас то, что имеем. Трэш. Настоящий трэш. Что ни день, то самый настоящий трэш-суд в Киеве, дорогие мои, арестовал украинского олигарха Игоря Коломойского на два месяца. Ему дали возможность из-за себя залог в размере 509 миллионов гримм. Это более 1,3 миллиарда рублей. Кто не понимает, о чем речь. Значит, соль драмы в чем? Ему, значит, проявили обвинение по статье о мошенничестве и отмывании денег. По данным СБУ с 2013 по 2020 годы бизнесмен незаконно вывел за границу через подконтрольные банки. Почти 1,3 миллиарда этих самых рублей. По данным Форбс Коломойский занимает шестое место в списке самых богатых людей Украины. А мне интересно, вот у меня очень много смотрят у меня сплетники из Украины. А, дорогие мои, а его что, каждый год вот это вот начинается арест, потом выпускают, потом опять какие-то драмы, потом опять начинается арест. Что за драма происходит с Коломойским? Что за публичная вот эта вот показуха, которой лично я ее не понимаю? Зачем это делается? По какой причине? Каждый год у него какие-то глобальные проблемы, прям, ну боже мой, что делать? А потом все сходит на нет. Каждый год его сейчас будут арестовывать, каждый год будет вот этого тягомотина идти. Фантастика. Вы знаете, я ненавижу, я понимаю бюрократия и коррупция, она везде есть. Ну, коррупция какая она в постсовке, какую девки мои, поискать можно и нужно, на самом деле, во всех остальных цивилизованных странах. Я не могу просто поверить, что продолжается эта катавасия с Коломойским. Что делается? Как я вижу эту ситуацию? Объясните мне, мои украинские подписчики, что за драма с Коломойским, кому это надо и что конкретно они пытаются прикрыть? Давайте пообщаемся в комментариях, очень интересно послушать ваше мнение. Кстати, хочу напомнить, что у меня есть мой влоговый канал, каждый пятен самый интересный вложик. В прошлую пятницу вышло вот это, по этой ссылке можете пройти и посмотреть. А также у меня есть мой основной канал, где видео с гаданиями на карты второго выходит каждую субботу. В эту пятницу вышло гадание прогноз на месяц сентября для всех знаков зодиака. По этой ссылке можете пройти и посмотреть. Ну, а это у нас вышло буквально позавчера в субботу. Гадание на Низулину. Очень нужная тема. Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение. В пятницу объявил Минюст Российской Федерации о признании очередной пачки иностранных агентов. Значит, Минюст России признал иностранным агентом главреда «Новой газеты». Это Нобелевский лауреат, дорогие мои, Дмитрий Муратов. Также туда был внесен в этот самый список, вот из громких имен. Конечно, это Руслан Белый из Comedy Club, журналистка «Эхо Москвы» Ксения Ларина, историк Майербек Вачагаев и несколько еще людей и организаций. Ну и сразу, конечно, Нобелевский комитет прокомментировал внесение Дмитрия Муратова в реестр инагентов. Норвежский Нобелевский комитет — это премия мира, конечно, дорогие мои, который ежегодно выбирает лауреатов. Нобелевской премии мира осудил решение российских властей включить главного редактора «Новой газеты» и лауреата премии мира Дмитрия Муратова в реестр инагентов. Представитель комитета Берит Рейс Андерсон напомнила, что Муратов был удостоен Нобелевской премии мира за свои усилия, цитата, по продвижении свободы слова и информации, а также независимой журналистики. Цитата продолжения. Печально, что российские власти сейчас пытаются заставить его замолчать. Обвинения против него политически мотивированы. Но если уже сказали про Нобелевскую премию, господа и дамы-сплетники, изначально Нобелевский фонд пригласил сейчас Россию и Беларусь на торжественный банкет в Стокгольме. Значит, в прошлом году их не приглашали из-за войны в Украине. Цитата. Очевидно, что мир все больше делится на сферы, где диалог между людьми с разными взглядами сужается. Чтобы противостоять этой тенденции, мы снова расширяем число наших приглашений, чтобы отметить и понять Нобелевскую премию, а также важность свободы науки, свободной культуры и свободных мирных обществ. Так заявил директор Нобелевского фонда Видар Хельгисен. Ну а дальше получил следующее. Разразился, конечно, скандал. И Нобелевский фонд отозвал приглашение послам из России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения премии. Ну вот, все к тому идет, дорогие мои. Сейчас как в Совке будут давать премию, а человек будет все равно жить не в России или не в Беларуси. И человек будет получать эту самую премию, и ничего не меняется. Вы знаете, ничего не меняется. 23-й год дошло до того, что премия Нобеля, дорогие мои, проходит без Ирана, Беларуси и России. Изоляция. Как самоизоляция, так и изоляция окружающего общества от того, что сейчас происходит. Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение. Ну и, конечно, сейчас братик Майли Сайрус, дорогие мои, высказался по поводу девчонок, которые зарабатывают на OnlyFans. Значит, общий смысл поста, он выложил большой пост, смысл всего вот этого, выдержка вот этого поста. У этих девушек нет шанса выйти замуж за хорошего парня с высокими моральными принципами. Блогерш оттуда, по его мнению, все рассматривают не более, чем объект для интима. Досталось, конечно, и парням, которые платят за подобный контент. Их Трейс, это брат Майли Сайрус, просто назвал неудачниками. Впрочем, девушки OnlyFans просто устроили массовый флешмоб сейчас, после высказания пацанов. Кто не знает Майли Сайрус, семейство голливудских небожителей. Папа серьезнейший продюсер, девку протолкнули вот эту вот без шеи. Я обожаю Майли Сайрус, я абсолютно обожаю Майли Сайрус. Я думаю, что Майли Сайрус сейчас, во что она эволюционировала, это что-то просто нереально шикарное. Она тот рок-н-ролл, который для меня в свое время проецировала Кортни Лав. Для меня вот они сейчас стоят немножко на одной и той же ступеньке. Но мы будем говорить про Майли Сайрус, которую толкали, тянули всеми силами в Голливуд. Конечно, продюсер папочка, девочка рождена была без шеи и с платиновой ложкой во рту. Смотреть на Хану Монтану, это просто тебя не уважать. Но, тем не менее, да, легко говорить, когда у тебя все замечательно. И тебе в принципе плевать, будет у тебя партнер или нет. Потому что папа у тебя составил многомиллионное состояние, сестра у тебя вообще сотни миллионов долларов заработала. Опять же, с помощью папочки, а не с помощью... Она талантлива, но огромное количество талантов проходит мимо вот этого вот голливудского небосклона, да. Девчонки из OnlyFans, они устроили массовый флешмоб. В сети показываешь, как сам борец за высокую мораль. Лайкает их фото и пасется на их аккаунтах. И, конечно, напомнили ему вот эти вот его полуобнаженные фотки на других платформах. А некоторые требуют, чтобы Майли нажала на братца и публично осудила действия брата. И кто теперь неудачник? Вот у меня один такой вопрос. Я терпеть не могу. Я просто ненавижу лицемерие. Мне можно это, а вам это нельзя. Вот вы, девчонки, вы все неудачницы, вы никто не выйдете замуж. А мужики, которые лайкают, хотя сам он их лайкает, вы тоже неудачники. И мне печально смотреть на вас, потому что вы прожигаете жизнь на виртуальных девчонок, которых вы никогда не сможете получить. Я обожаю подобную риторику от парней и девушек с подобным вот бэкграундом, как у брата Майли Сайрус. Интересно, послушайте, девчонки-онли-фанс. Вообще, девчонки-онли-фанс. Девчонки-эскорт. Девчонки-голдигерши. Вы знаете, ребят, я верю в одно. Неважно, чем вы занимаетесь. Неважно, как сильно осуждает вас общество. У каждой есть шанс устроить себе личную жизнь. У каждой есть шанс на принца за на белом Мерседесе. Абсолютно у каждой. Вне контекста того, чем вы сейчас занимаетесь. Или вы хотите сказать, чтобы библиотекарше больше шансов устроить себе личную жизнь с миллионером, чем у какой-то онли-фансчицы, которая зарабатывает сто... Ребят, вы себе представить не можете, сколько зарабатывают девчонки на онли-фанс. Здесь это раскрученные аккаунты. Это сотни тысяч долларов ежемесячно. Мне интересно, чем занимается братик Майли Сайрус. И зарабатывает ли он столько, сколько топовые онли-фансчицы, да? И давайте сейчас будем судить людей и кресты на них ставить. Кресты. У них ничего не получится. Да может им не нужен муж. И сто процентов им не нужен такой муж, как ты. Который точно так же лайкает со своим, блин, стоячим баклажаном их фотографии. Лицемер. Лицемер. Интересно послушать ваше мнение. Высказался голливудский небожитель. Весь плюс которого и единственный, весь вес которого в этом обществе, это же папа-продюсер. Это знаете, как дети Бэкхэма. Блин, никакие. Обыкновенное британское не пойми нечто. Ну вот прям в прямом понимании этого слова. Нет же. Один на обложке ВОГ. Второй, блин, на обложке ВОГ. Три. Какие ВОГи? Вы что творите? Никому не интересны эти дети. Они интересны только и исключительно в контексте папы бывшего футболиста и мамы бывшей участницы Spice Girls. Понатыкая своих детей так. Терпеть не могу династии. Династии тех, у которых нету ни таланта, никаких здравого смысла, чтобы их туда затолкать. Но делать же и другого ничего нету, правда? У меня были огромные сомнения по поводу дочери Джонни Депп, Лили Роуз Депп. Вылитая мать. Ну мне Ванесс Праддито, во-первых, никогда не нравилась. Ни ее музыка, ни ее внешность. И когда начали ее толкать, эту худую тростинку везде, куда можно, мимо. Но потом я посмотрел Кумир, The Idol, да, на HBO, который закрыли, почем зря. Хороша она. Вот она хороша. Талант есть. Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение. Ну и, конечно, сейчас скандал на всю Америку, дорогие мои. Автора видеоблога с советами по воспитанию детей. Арестовали в США за насилие над собственными наследниками. Руби Франк стала фигурантом этого самого расследования. После того, как ее 12-летний сын сбежал через окно из их дома в штате Юта и обратился к соседям с просьбой дать ему еды и воды. Вот это счастливое американское семейство. Соседи рассказали, что увидели обрывки скотча на локтях и лодыжках мальчика. После чего вызвали полицию. И пацан тогда доставили в больницу. И, как казалось, у него еще хроническое недоедание. И к тому же пацана связывали веревкой. Десятилетнюю дочь Руби Франк также госпитализировали в истощенном состоянии. И еще двое ее наследников поместили в социальное учреждение. Знаете, дорогие мои, это классика жанра. Когда у нас известные психологи, коучи. Люди, советующие, как справиться с болью потери партнера. Помните эту женщину? Не помню, но вы понимаете, о чем говорит. Это реально очень шумная сейчас была новость. Значит, она написала книгу, как справиться с болью потери мужа. В то время, как потом доказали, что она этого мужа, на тот свет, сама руками своими и отправила. Дэйл Карнеги, который составил миллионное, миллиардное состояние. Книга, изданная огромным количеством тиража. Как создать себе вот этих вот, найти себе друзей. И вот эта вся тема отдал Богу душу в полнейшем одиночестве. И, конечно, смотришь, только что не так давно смотрел на, я хочу сказать, на Нетфликсе. Называется «Пособие. Как создать собственный культ». Кажется, так называется. Я образно перевел на русский язык. Восхитительный сериал, где говорили об этих самых культах и церквях в Соединенных Штатах. Где гуру, владельцы этих самых церквей, которые учат сотни и тысячи поклонников, почитателей, я не знаю, верующих, что я вас приведу к свету, сами занимаются непотребством, запрещенкой, гигантским обогащением. А в итоге там чуть ли сами на себя руки не накладывают. И вы знаете, для меня из этой серии София Стужук. Кто помнит Стужук, да, украинская блогерша, у которой мужик тогда не пережил коронавирус. И у нее сколько? Четверо сейчас детей. Она сейчас от латыша или от литовца родила еще одного. Ее вот эта вот четкая позиция по поводу домашних родов в бассейне. Ее четкая позиция по поводу, как быть вот этой вот матерью, домохозяйкой, вот этого все темы, да. Сын косолапый, дочь без зуба. Такое вот месиво, да. То есть вы смотрите домашний влог София Стужук, я не смотрю, но иногда попадаются вот нарезки в других пабликах. И пугает, это пугает. Это идет, знаете, с таким послевкусием тяжести и безнадеги. И вот здесь вот прямой пример такой же счастливой матери четверых ангелочков, которая учила свою публику на сотни тысяч просмотров, как воспитывать детей, как быть мамой. В Америке I'm a mom. Это, знаете, прямо-таки статус, да. Так и есть, да. Вот лучший совет по воспитанию, который она может дать, это привязывать детей скотчем. Работает, видимо, на все сто, да. Трэш настоящий. Я говорю из той серии, что я не люблю, я терпеть не могу домашние влоги, основанные на регулярном домашнем контенте. У людей нету столько контента, у них жизнь скучна. У всех жизнь скучна, на самом деле, вы понимаете, да. А те люди, которым их интересно было бы посмотреть, но они уже снимаются в собственных реалити-шоу, это немножечко из семейка отбранных на MTV. Все остальные, это высосанный контент, созданный ради заработка денег. Это здорово, что люди зарабатывают деньги таким способом, но сам факт, что ты мать с огромным количеством детей, а в итоге что, скотч на лодыжках, и пацан у тебя голодает, и дочь отправили в клинику, потому что с таким же недоеданием в ее нежные 8 лет. Трэш. Я не верю никому. Я верю, знаете, в легкий развлекательный контент типа Эммы Чамберлен. Я готовлю сегодня кофе, а сегодня я лежу под одеялом. Весь 18-минутный влог. А завтра я пробую три разные картошки фри из разных фастфудов. Вот такой контент, он не подразумевает драмы. Вот такой контент, он легкий. Вот такой контент, он ничему не обязывающий. И контент-мейкер не обязан высасывать вот эту вот тему из пальца. Поэтому существует мой четвертый YouTube-канал. Повторюсь, в эту пятницу ушла вот эта вот видосик. Легкий контент. Бомбим по поводу цепочек, рассматриваем куколок и просто жалуемся на всякую там ерунду. Да? Вот легкий контент. Но как только вам начинают чего-то там получать, говорить как надо. Вот здесь вы должны сразу задаться вопросом, насколько компетентен этот человек. Насколько реально та красивая жизнь, которую он показывает. Теперь послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. А по поводу, помните, вчерашнего видео, дорогие мои, кто пропустил, по этой ссылке можете пройти и посмотреть. Опра и Дуэйн Джонсон, да, скала, когда они собирают гигантское количество, пытаются собрать. В их фонд, на который они вместе вложили 10 миллионов, знаете, что сказали? Мне написали огромное количество людей. Да они сами и поджигали, были бенефициарами тех самых поджогов, сгоревшего Мауи, да. Потому что сейчас будут за бесценкой скопать землю на Гавайях и продавать это все мультимиллиардерам. Вы знаете, если вам говорят, я вам помогу, давайте сейчас сделаем что-то замечательное, святое, гуманитарное. Никогда не бывает просто все так, да. Всегда есть какая-то причина, почему люди этим занимаются. А опра, ну не опре нужно верить, да, что человеку, чьи собачки доставляют еду на частном самолете с другой конца планеты, да. Не ей нужно говорить о гуманитарных каких-то потугах. Да, она очень много делала, дарила дома на своих этих самых шоу, дарила машины, что только она не делала. Ребят, не от доброго сердца. Это называется бизнес, ничего личного. Все, что мы делаем, это покупаем верующих, легко верующих домохозяек и покупаем их дешевую любовь дешевыми такими вот трюками. Сердечко опра болит, а Мауи не верят. Ваше мнение, давайте пообщаемся в комментариях. И, конечно, огромное благодарное всем сплетникам, кто поддерживает нашу замечательную инициативу помощи бездомным животным. Спасибо, дорогие мои, за вашу поддержку. Спасибо, что не оставляете один на один волонтеров и приюты с их гигантскими проблемами и помогаете им копеечкой. Спасибо, дорогие мои сплетники, что доказывают всему миру каждый божий день, что мы, сплетники, умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо всем за подписки, за пальцы, за комментарии. Личное благодарное всем спонсорам канала. Кстати, кто хочет помочь нам, можете кинуть нам донат через Бусти. Если кидает донат нам через Бусти, за меня вы обязательно получаете видеопоздравление лично от меня, специально для вас записанное. Маленькая видеооткрыточка. Вы кидаете донат, а мы в качестве благодарности высылаем вам видеооткрытку наш форум благодарности за вашу поддержку нашего проекта сплетников. В любом случае, всем легкого понедельника и увидимся обязательно завтра. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok